У меня в левом боку чуть-чуть боль была, поэтому врачи мне сказали, что надо РКТ. Вот там выявлено, что аневризма. Делюся Гельфанова узнала об аневризме, когда врачи направили ее на компьютерную томографию. Это серьезное заболевание встречается не так часто. Происходит истончение или растяжение тканей артерии или вены. В результате образуется своеобразный мешок, который сдавливает расположенные рядом с ним ткани. В такое состояние сосуды может привести травма или инфекция. Однако специалисты подчеркивают, что чаще всего аневризмом подвержены люди, у которых в семье уже было подобное заболевание. Если раньше с диагностикой было не так легко, то сейчас выявить недуг проще. А значит, шансы спасти пациента гораздо выше. Диагностика именно стала больше в настоящее время, когда доступ к вот этим сложным исследованиям увеличился. И в то же время врачи, так сказать, привели достаточно большой опыт в ультразвуковой диагностике. В какой-то степени проведение операции над аневризмой уникально. Для сосуда необходима индивидуальная спираль под размер образования. В процессе операции используется специальная система, которая позволяет визуализировать аневризму и помогает найти источник ее питания. Были сделаны снимки ангиографические на ангиографической системе и далее был выявлен источник кровоснабжения этой аневризмы. Через прокол бедренной артерии был заведен специальный катетер, с помощью которого далее были заведены эмболизационные спирали, которые выключили аневризму из кровотока. И тем самым нет риска разрыва этой аневризмы, нет в ней кровотока, и эта аневризма не грозит дальше никакими сложными в виде кровотечения. Если ранее операции над аневризмой требовали серьезного хирургического вмешательства, сейчас под наблюдением грамотных специалистов проводится манипуляция с минимальным количеством надрезов. При этом период восстановления пациента сокращается почти вдвое. Операция длится около часа под местной анестезией без наркоза. Делюся признается, было страшно, но, к счастью, никакой боли и дискомфорта не было. Очень хорошо встретили меня. Вчера операция прошла очень успешно. Я думаю, у меня все нормально, все хорошо. Благодаря слаженной работе специалистов двух отделений в ходе операции удалось спасти селезенку. Какое-то время пациентке придется остаться под наблюдением врача, чтобы он смог удостовериться, что ее здоровью ничего больше не угрожает. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.